Всем доброе утро. Сегодня 21 января. Приехали на Днестр за таможню. И вот такая вот картина нас ждала по приезду. Приехали мы где-то в 7 утра. Дорога была ужасная. Туман очень сильный. В общем, ехать было очень трудно. На двух столбах и хлебодарском очень много машин. Народ покупает мотыля, опарыша и едут на каналы. На каналы хороший лед. Ну, по крайней мере, еще держит. На реке такая вот ситуация. Кромка льда бросать невозможно. С той стороны по самое русло полностью все во льду. Лед не толстый, но там полсантиметра, сантиметр. И ловить попросту невозможно. Такие вот дела. Я думаю, что в ближайшие 3-4 дня ловить здесь нечего. Пока все это не оттает. В общем, такие вот дела. И, кстати, под берегом тоже хороший слой льда уже. Даже если вы там какую-то рыбу будете тащить, то просто здесь вы ее не вытащите. Ну, вот здесь видно, лед уже крайне толстый. Просто порежете шнур, леску и ничего не достанете. Такие вот дела. Видео специально для канала «Рыбалка. Это жизнь». По просьбе Евгения Григорьевича Орловского. Всем пока. Ну, а это отчет Вани с племянником. Был он с племянником Вити. Поехали они на Горогольский залив. Ну что, вот он сейчас вам все раз сам расскажет. Доброе утро всем. 20.01.2021 год. Выбрались на зимнюю рыбалочку. Вон племянник красавец сидит. Такой. Хе-хе. Зачет. Да. И я сижу. Вот удочки такие. Красота. Ну, будем надеяться. Вот такая вот таранька меленькая попадается. И куда? Выпускаем. Удочку. Все, пошло. Красота. Ставили они и жерлицы. Жерлиц поставили штук 5-6. На жерлицы вообще не было ни одной поклевки. Местные тоже ставили жерлицы. Но жерлицы не сработали. Так что на барабоях пока рыбы нет. Рыба вся в каналах. То, что мы ловили 3-4 года назад на горах волях крупного карася и карпа. Покуда что его там нет. Вот это все сведения, которые мне удалось узнать от своих друзей. И я поделился с вами. Все. Будьте здоровы. Не хватает шеи. Продолжение следует...